МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческая команда программы «Земля наша» продолжает знакомиться телезрителей с достижениями гумельской земли. И сегодня мы отправляемся в Мозырский район, один из самых развитых в промышленной, социальной и культурной сферах. Район красивый и притягательный, который по-своему уникален необыкновенно разнообразными ландшафтами и природными условиями. Какие изменения на Мозырщине произошли за последнее время и чем сегодня по праву гордятся жители этой благодатной земли? На эти и другие вопросы постараемся ответить в ближайшие 26 минут. Мозырский район расположен на юго-западе Гомельской области в границах Мозырского полесья. Занимаемая площадь – 1600 квадратных километров. Граничит с Лельчицким, Петриковским, Калинковичским, Ельским, Наравлянским и Хойникским районами Гомельской области. Общая численность жителей – более 133 тысяч человек. Городское население составляет 80%. Своё знакомство с Мозырским районом мы начинаем с обхоза комбината «Заря». Путь от небольшого до многопрофильного, динамично развивающегося агропромышленного предприятия здесь прошли за 20 лет. Сегодня в «Заре» занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, картофеля, производством молока и переработкой мяса. Хозяйство включает в себя 4 отделения, в которых размещаются свиноводческий комплекс, птицеводческие и молочно-товарные фермы. Здесь производят более половины сельскохозяйственной продукции Мозырского района. За широкий ассортимент «Изысканный вкус» и неизменно высокое качество «Заря» уже многие годы занимает лидирующие позиции, как в регионе, так и в стране. В июле руководитель хозяйства Олег Слинько стал обладателем ежегодной премии Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Человек на земле». А предприятие немного ранее занесено на областную и республиканскую доски почета. У нас стабильно, у нас нет каких-то там, что мы досили какого-то результата, а потом в следующем году стало ниже. У нас все, то есть вот и специалисты, и простые люди, и система оплаты так за труд внедрена, что, ну, если ты чуть-чуть хуже сработал, чем предыдущий месяц, ты теряешь очень большие деньги. Сила заре в разноплановости хозяйства, то есть у нас есть и свиньи, есть крупнорогатый скот, есть птица, растеневодство есть. И если даже есть небольшой сбой в одной из отраслей, то за счет второй отрасли мы проходим этот тяжелый период и движемся вперед. Знаковое предприятие для района и Мозырь-Соль. По итогам своей деятельности в 2016 году занесено на областную доску почета. А генеральный директор Геннадий Богдан стал обладателем ежегодной премии Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Руководитель». Мозырь-Соль сегодня производит почти 500 тысяч тонн соли экстра в год. Значительное увеличение объемов стало возможным после окончания реализации проекта по модернизации предприятия, завершенного в прошлом году. Благодаря этому расширилась и экспортная география. Среди торговых партнеров около 20 стран. Мы на сегодняшний день сделали выверенное решение, смогли отстоять свою позицию. Мы, в общем-то, с учетом развития соляного рынка, емкости рынка, на сегодняшний день, я считаю, что мы сделали грамотный шаг. Отстояли увеличение мощностей до 480 тысяч тонн. На 120 тысяч тонн увеличили мощности. На протяжении практически двух лет работали по внедрению стандарта ИСО 22 тысяч. И я хочу сказать, довольно-таки глобальный был проект для нас здесь. Мы это делали по некому посылу, позыву мультинациональных компаний. Среди гигантов музырской промышленности и домостроительный комбинат производственные мощности предприятия позволяют строить до 70 тысяч квадратных метров жилья в год. На сегодняшний день проблем с заказами нет. Музырский ДСК загружен на 100%. География проводимых работ самая разнообразная. От небольших до крупных городов Белоруссии и России. Так как предприятие развивается, очень загружена наша продукция востребована во всех регионах нашей республики. Мы планируем, чтобы по-прежнему развиваться, планируем еще заменить ряд оборудования. Это кассетные установки для внутренних стеновых панелей. Планируем приобрести. Это примерно миллион евро. Предприятие «Беларуськабель» с момента своего образования считается одним из лучших в кабельной отрасли СНГ. За годы деятельности значительно выросли производственные мощности. Сформировался опытный коллектив, способный решать самые сложные инженерные задачи по созданию новых изделий и освоению прогрессивной технологии. Сегодня «Беларуськабель» выпускает более 27 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сфера применения охватывает самые разные отрасли народного хозяйства. Радиоэлектроника, авиационная техника, приборостроение, строительство, связь, телекоммуникация и электроника. Месячный товарооборот около 3,5 миллионов рублей. Около 60% продукции ОАО «Беларуськабель» реализуется на внутреннем рынке. К слову, на данный момент значительная ее часть используется при строительстве белорусской АЭС. Остальные 40% производимой продукции направляются за пределы республики. Главный экспортер Российская Федерация. Также среди торговых партнеров страны СНГ и Прибалтики. Предприятием сейчас освоен большой ассортимент новой инновационной продукции. Такой, как огнестойкие кабели. В огнестойком исполнении кабельная продукция выдерживает три часа в условиях открытого пламени при температуре 750 градусов. Продукция такая применяется для атомной станции или места, где большое скопление людей. то есть там, где должны датчики работать в условиях пожара и предупреждать людей об опасности. Есть чем гордиться и работникам Мозорского районного узла почтовой связи. Предприятие стало лучшим в своей сфере и по итогам работы за 2016 год попало на областную доску почета. Для каждого в коллективе это серьезный стимул для новых побед. Порядка 600 предприятий пользуются нашими услугами. Услуги достаточно востребованы и несмотря на то, что существует достаточно серьезная и жесткая конкуренция в городе Мозоре, почту любят, на почту приходят и почта пользуется заслуженным авторитетом. Важное место в экономике района занимает Мозорский опытный лесхоз. В его структуру входит 11 лесничеств в сфере деятельности работников предприятия заготовка и переработка древесины. Продукция реализуется как населению по заявкам, так и различным организациям. Кроме этого важная задача воспроизводства и охрана леса. В первую очередь у нас сейчас острово просто это все-таки разработка короэнного усыхания сосны. У нас такая проблема назрела, но мы с ней справляемся. На данный момент вырублено около 750 гектар сплошных санитарных рубок. На этих участках мы сейчас активно активизировали работу по посадке леса, по восстановлению леса. Планируем осенью посадить 400 гектар леса. Несмотря на возникающие порой в работе трудности Мозорский опытный лесхоз довольно успешно развивается. Приобретается современная техника, внедряются новые технологии, улучшаются условия труда специалистов. В подтверждение этому занесение лесхоза на республиканскую доску почета. По итогам работы за 2016 год он вошел в пятерку ведущих лесных хозяйств Беларуси. Однако это не повод почивать на лаврах. Среди приоритетных задач на будущее улучшению условий труда. Несколько месяцев назад в порядок привели административное здание Криничанского лесничества. Все ремонтные работы выполняли исключительно своими силами. В ближайшее время небольшая реконструкция ожидает и другие лесничества. Еще одно важное направление благоустройство и озеленение территории. Мини-дендропарк был создан в 2010 году. Площадь его составляет 0,15 гектар. Насчитывается около 30 видов растений. Каждый год мы их дополняем. Мини-дендропарк был создан для благоустройства территории лесничества и для дальнейшего проведения экскурсий на территорию лесничества. Школьники чтобы приходили и смотрели какая у нас красота на территории лесничества. Создание комфортных условий труда является важным направлением в работе с молодыми специалистами. Сегодня это одна из главных задач управления здравоохранения Гомельского облсполкома. Для отрасли не составляет проблемы подготовить высококвалифицированных специалистов. Гораздо сложнее решить вопрос их закрепления в районах после двухлетней отработки. В Мозере такая проблема практически не возникает. В крупном промышленном городе есть что предложить молодым людям. Достойные условия труда, хорошая заработная плата и комфортное жилье. В среднем в год в различные медучреждения Мозерского района приходят работать свыше 50 молодых людей. Здесь довольно высокая закрепляемость. Лишь единицы покидают район после отработки. И такая положительная тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Я считаю, что Мозер это тот город, который как раз таки очень развит особенно в хирургии, особенно лапароскопическим центром тут считается. То есть в плане тут делаются высокотехнологичные операции, тут есть очень большие возможности и все есть для профессионального роста. Врач отариналаринголог Ольга Гертман также делает первые шаги в своей профессии. Девушка несколько месяцев назад по распределению из Минского медуниверситета приступила к работе в Мозерской городской поликлинике. Пока молодого специалиста все устраивает и условия труда и заработная плата. Условия меня вполне устраивает. Коллектив замечательный, медсестры во всем помогают, довольно опытные. Старший врач, который уже тоже опыт более 10 лет и тоже не отказывает. Планируем здесь остаться, потому что в принципе конечно жизнь большая, неизвестно куда еще занесет, но пока что здесь. Кроме работы с молодыми специалистами среди главных приоритетов развития материально-технической базы учреждения. Ежегодно внедряются новые методы диагностики и лечения, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению района на высоком уровне. Для развития учреждений здравоохранения Мозырского района Гомельским областным исполнительным комитетом были выделены денежные средства в сумме 60 тысяч. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию для установки ангиографического комплекса в будущем году. Также нам были выделены 190 тысяч рублей и сейчас мы проводим закупку реумобиля со всем комплексом медицинского обслуживания. В данный момент в Мозырской городской больнице выполняются работы по установке рентген-диагностического оборудования Униэксперт 3+. За 2016 год осуществлено полтора миллиона приемов пациентов. 40 тысяч человек получили помощь в стационарах медицинских учреждений. Общая смертность по Мозырскому району за 2016 год составила 11,2 промилле, что является ниже среднеобластного показателя. На протяжении последних пяти лет сохраняется естественный прирост населения. Главная задача людей в белых халатах не только поставить правильный диагноз, но и создать благоприятные условия для своих пациентов. В Мозырской центрально-городской поликлинике есть все, чтобы лечение проходило с надлежащим комфортом. Мозырская земля богата не только высококвалифицированными специалистами, которые стремятся постоянно совершенствоваться в профессиональной деятельности, но и широко славиться своими безгранично творческими жителями. Настоящий кладезь талантов Мозырский государственный музыкальный колледж. Он начинал свою деятельность в 1969 году как музыкальное училище. Современный статус и название получил в 2008. Сегодня учреждение насчитывает порядка 180 учащихся. Для них созданы все необходимые условия для комфортного и продуктивного образовательного процесса. Начинающие артисты постигают изысканный и многогранный язык музыки на самых разных инструментах. От фортепиано, струнных, смычковых, духовых и ударных до инструментов народного оркестра. Учащиеся колледжа часами занимаются, не жалея времени и сил, ведь сюда приходят самые целеустремленные и вдохновленные искусством девушки и юноши. Я занимаюсь музыкой уже около 12 лет. Я играю на инструменте фортепиано. Почему вообще я поступила сюда? Это потому, что моя мама сама пианистка и она привила в первую очередь мне любовь к музыке. И я захотела, сначала поступила в музыкальную школу, а уже дальше захотела свою жизнь связать с музыкой. Как показывает жизнь, выпускники Музырского государственного музыкального колледжа действительно находят себя преимущественно в искусстве. Сегодня в районе, пожалуй, не встретить ни одного творческого коллектива без их участия. Еще будучи учащимися, начинающие артисты демонстрируют свои умения в различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях городского, областного, республиканского и даже международного масштаба. Их выступления всегда проходят под шквал бурных аплодисментов и, как правило, Когда ты выступаешь, возникают очень смешанные чувства. Это одновременно и волнение, и радость, и удовлетворение, но больше всего радость, потому что ты понимаешь, что людям это нравится, люди тянутся к этому, и ты просто получаешь от этого удовольствие. Сегодня Музырский государственный музыкальный колледж гордится активной творческой деятельностью сразу пяти своих народных любительских коллективов. Среди них оркестр духовых инструментов, народных белорусских и русских, камерный оркестр и хор учащихся. Лучшие воспитанники учреждения отмечены премиями специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и премиями Гомельского облсполкома. Необходимо подчеркнуть, что по результатам 2016 года наше учебное заведение впервые в истории было занесено на областную доску почета. Для любого учебного заведения мне кажется это очень престижно и достойно попасть на это место. Мы всеми силами конечно же стараемся, чтобы эти позиции не сбавлялись, а как можно дольше сохранялось гордое звание учреждения образования Мозорский государственный музыкальный колледж. Студия циркового искусства Арена известна не только на Гомельщине, но и в других странах мира. Здесь из обычных мальчиков и девочек воспитывают настоящих мастеров своего дела, которые каждый день стремятся покорять вершины в буквальном смысле этого выражения. Идейными вдохновителями и руководителями студии Арена стали профессиональные артисты цирка супруги Мария и Борис Кузнецовы. За их плечами более 25 лет успешной карьерной деятельности в России, Украине и Америке. К слову, первым воспитанником цирковой студии семьи Кузнецовых стал их сын Сергей. Он пошел по стопам родителей и сегодня вместе со своей супругой работает под куполом лондонского цирка. Работать с детьми конечно очень сложно. Легко ничего не дается. Мы это испытали на своем сцене. Когда работали еще в цирке, делали свою карьеру, сын наш начал заниматься в цирке еще с трехлетним возрастом. Поэтому школу прошли и все это знаем и вот решили воплотить это в наших белорусских детях. Как правило, на занятия в студию циркового искусства Арена приходят дети шестилетнего возраста. Разминки, растяжки, изучение различных элементов и трюков. Здесь ребята постигают азы циркового искусства. Жонглирование, акробатика, эквилибристика, воздушная гимнастика, клоунада, иллюзион. И это далеко не полный перечень жанрового репертуара арены. Между тем, практически каждый юный артист студии ловко демонстрирует свои умения сразу в нескольких цирковых направлениях. Понятие цирк это настолько можно сказать абстрактное, то что здесь надо владеть буквально всем. И акробатика, и эквилибристика, и жонглира, и гимнастика, и хореография. То есть это должно быть в душе, и это должно быть проявлено в твоем номере. За плечами артистов арены участие в различных телевизионных проектах, международных конкурсах и фестивалях. Особенно успешным стал 2017 год. Ребята триумфально выступили на юношеском фестивале «Новое поколение» в Монте-Карло. Мазыряне второй год подряд представлявшие нашу страну на престижном форуме завоевали серебряного юниора и специальный приз зрительских симпатий. А спустя несколько месяцев артисты арены отправились на Кубу. На международном конкурсе, который собрал коллективы из 15 стран, талантливые мазыряне вновь не остались без наград. Коллекцию трофеев пополнили гран-при фестиваля, приз зрительских симпатий и две специальные премии от Кубинской национальной школы цирка и Союза журналистов Кубы. В 2017 году мы были отмечены грандом президента Республики Беларусь на развитие циркового искусства непосредственно заслуженного любительского коллектива, то есть для участия в международных конкурсах и постановке новых цирковых программ. Ну и конечно за все эти заслуги были награждены руководители Центра заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь студия циркового искусства арена нашего учреждения медалями Франциска Скорена. Студия циркового искусства арена словно одна большая и дружная семья. А потому здесь любой, пусть даже самый незначительный успех каждого отдельного члена коллектива общая победа и одновременно своеобразный стимул для будущих свершений этой молодой но безмерно талантливой и перспективной творческой команды юных артистов цирка. Кипит в Мозере и спортивная жизнь. Филиал Гомельского училища Олимпийского резерва настоящая кузница кадров для национальной сборной. Свой путь к пьедесталу здесь начинали такие прославленные спортсмены нашей страны как Станислав Щербаченя, Константин Севцов, Джавид Гамзатов, Мария Брель, Ольга Худенко, Надежда Лепешко, Маргарита Махнева и многие другие. Училище Олимпийского резерва вообще открылось в 1998 году и уже в 2004 году наши воспитанники Щербаченя, Станислав и Брель, Мария были участниками Олимпийских игр. И уже начиная с 2004 года на каждой Олимпиаде наши воспитанники являются призерами и участниками каждой Олимпийской игр. В филиале училища Олимпийского резерва развивают пять видов спорта. Греблю академическую, на байдарках и каноэ, тяжелую легкую атлетику, а также велоспорт. Заниматься в учреждении дети начинают с восьмого класса. Попасть сюда достаточно сложно, для этого необходимо пройти строгий отбор и в столь юном возрасте достигнуть серьезных результатов в спорте. Тренеры выбирают лучших из лучших по всей стране. Я уже выполнила в 12 лет мастера спорта, уже добиваюсь результата съездить на Европу, занять там первое место. У меня уже 13 медалей, очень много грамот. Распорядок дня в учреждении расписан по минутам, здесь ребята усваивают школьную программу, но основной упор, конечно же, на занятия спортом. Тренировки проходят два раза в день, по два, два с половиной часа. Учебный процесс построен таким образом, чтобы умственная деятельность и физические нагрузки чередовались между собой. Это наилучшим образом отражается как на учебе, так и в спортивных результатах. Сейчас я немного приспособился, но в начале я, когда сюда поступил, было сложно с графиком, с тренировками, тренировка, школа, ну, очень мало свободного времени. Я занимаюсь академической греблей, я уже занимаюсь ну, как бы год, и не знаю, вот мне нравится просто этот виг спорта, вода. Первые дни, конечно, когда я сидела в лодке, было очень страшно, но потом как-то страх, ну, как бы исчез страх, и сейчас вроде получается, тренер говорит, что хорошо занимаюсь. Путь к спортивному успеху тернистый и долгий. Чтобы достичь нужного результата, спортсменам зачастую необходимо выложиться не на 100, а на 200%. В Мозырском училище у ребят воспитывают волю к победе, формируют характер и учат преодолевать трудности. У нас очень тяжелый вид спорта, еще такая дистанция 2 километра непонятно, тяжелая очень сильно, и очень приходится много тренироваться, чтобы ее преодолеть потом на соревнованиях, качественно и хорошо, чтобы выиграть. Ну, бывают такие моменты, но как бы это психологически мы подготавливаем спортсменов на тренировках, что очень тяжело, но потом, когда выиграешь, это все, конечно, воздается. Виталий Белый, воспитанник учреждения, был призером молодежного и взрослого чемпионата мира. Сейчас делится опытом и передает свои знания юным спортсменам, и уже среди его воспитанников есть призеры континентального первенства. Кирилл Тихонович в составе парной четверки стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, который в сентябре проходил в Польше. Мы были уверены в себе, но когда мы вышли на старт, финал, мы стартанули первые 500 метров, мы все, ну, уже по рассказам своих напарников, мы уже все как-то поникли, уже поняли, что у нас ничего не получится. Но потом, ну, как бы, мы не хотели скидывать, мы не хотели проигрывать, мы думали уже, будь что будет. И последние тысячи метров нужно было просто перетерпеть, и соперник сам уже понял, что шансов нет. Мы сломали соперника психологически, и последние 500 метров делали, что могли. Прочувствовать эмоции большого спорта, переживания, азарт и накал страстей в сентябре 2017 года смогли и другие воспитанники училища. Представители отделения Каноэ достойно представили нашу страну на европейском и мировом первенствах. С медалями вернулись Григорий Майсюк, Владислав Шахницкий, Александра Гатальская, Елена Назарева и Анастасия Жук. Впереди новые старты и новое свершение, а по тому времени на отдых практически нет. У нас, конечно, вся специализация это тренировки на воде, а вот сейчас в переходный период, конечно, мы добавляем уже тренировки на суше, в зале. Сейчас, в декабре месяце, мы выезжаем на подготовку в Приднестровье, это город Днестровск, будем вести подготовительный период в декабре месяце. И в февраль-март также будем проходить учебно-тренировочные сборы в Молдавии. Задача училища не только вырастить новых чемпионов, но и в целом приобщить молодежь к спорту. Недаром считается, что спортивная нация здоровая нация. Однако, нужно понимать, что не у каждого получится дойти до пьедестала и вместе с тем того, кто выбрал спорт, можно без преувеличения называть чемпионом. Наше знакомство с Музырским районом завершается. Мы постарались показать самые интересные места, рассказать о наиболее значимых достижениях и уверены, что у съемочной бригады передачи «Земля наша» еще не раз появится повод, чтобы вернуться сюда вновь. Редактор субтитров А.Семкин